Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня будет очень интересное видео, необычное, информативное, поэтому смотрите его от начала до конца, вам реально это очень понравится, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере Мазинху Реплей. Вообще пацаны, о чем сегодня будет видосик, а именно о том, что в рулетку от дворе очень уникальный чип тюнинг, и сегодня мы его посмотрим, то есть посмотрим как он работает, посмотрим разницу вообще, сравним, сколько у машины получается с обычным чипом, и машину с чипом Stage 3, поэтому пацаны, я вам реально советую посмотреть видосик от начала до конца, поставьте лайк, чтобы была хорошая активность, Давайте постараемся набрать 200 лайков, и я буду идти записывать в следующее видео. Все, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, я сейчас еду, получается, к подписчику, он сказал то, что у него есть елик с тремя чипами, я хочу на это посмотреть, и как раз по этому поводу записать видос, потому что, ну, как бы мне в это трудно вериться, конечно, но он меня уверяет в том, то, что у него елик с тремя чипами, где он его взял, я честно не знаю. Сейчас, короче, все посмотрим, проверим, но вы можете там поставить лайк, подписаться на канал. Да, вот елик стоит, получается, вот Джордан, это подписчик мой, который мне в ВК написал. Такое спонтанное, пацаны, видосик, ну, сейчас посмотрим, может, как у вас не тросика надо, чтобы она была. Ну, давайте сейчас выйдем напрямую, и я включу нитро, потому что по городу это будет вообще полный трэш. Смотрите просто максималку. У меня елик едет 200, по-моему, если я не ошибаюсь. У него елик едет уже 230. Включаем нитросик. 234, да, получается, он едет? 234 едет его елик. Ага. Окей, подождите, а ну, давайте я сейчас свой елик возьму, и посмотрим, может, у меня елик так же само едет? Может, это просто скорость увеличили? Потому что я не знаю. Бля, я уже два штрафа получил по 12 тысяч, пиздец. У меня и так сейчас денег особо нету, еще и штрафы получаю, вообще заебись. Так, вот я взял свой елик, получается, такой же самый, как у него. Вот, можете даже сравнить. То есть у нас два старых елика. Это не новый елик, который здесь с ламов, это два старых елика. И сейчас, короче, сравним. Мой елик, мне кажется, будет ехать так же само, потому что, ну, если он покупал третий чип у админов, хотя вроде бы его нельзя купить, то это другое дело. Не, у меня максималка 200, прикиньте. У него реально елик быстрее едет, чем мой. Видите, упирается максималка 200, и все. Ну, блин, такое себе на самом-то деле. И, типа, третий чип увеличивает скорость на 30 километров. И разгон, да, быстрее. Надо как-то сравнить с ним, короче, разгон. Он сейчас будет на своем елике, я на своем. И я хочу просто разницу посмотреть. Так, все, пацаны, я Джордана забрал, так сказать. Он взял свой елик. Сейчас, короче, хочу сравнить. Стоковый елик, получается. Ну, не стоковый, а на обычном чипе. И с третьим чипом. Или второй чип. По-моему, второй чип называется. Он, конечно, лагает немного. Но смотри, как он уходит просто. Чекайте. Он жестко уходит от меня. Все, я в максималку уперся. Все, он улетел, короче. Он хоть и лагает, но видно, что он быстрее мне намного. То есть, стоковый елик с обычным чипом, он очень медленный. Давайте теперь я сяду за его елик. А он сядет за мой елик. Короче, мы с ним сейчас тоже поедем еще раз в гоночку. А там вообще написано, какой чип у него стоит. Давайте посмотрим. Carpaz 85. Ну, господин у него 3.5, кстати. Ну, здесь не видно, какой чип стоит. Так, давайте в эту сторону, получается. Попробуем еще раз гонку сделать. Все, я врубаю не тросик. Чекайте, как он просто уходит от него жестко просто. Реально жестко улетаю от него. Ну, типа, реально пиздец, короче. Он в максималку упирается, все. Он ничего не может сделать. А я просто его как стоячего делаю. Вот это реально очень круто, пацаны. Ну, реально у него чип стоит другой какой-то. Потому что у него елик намного быстрее, чем мой. И по разгону, и по максималке. Поэтому, пацаны, я не знаю, где он его взял. Давайте сейчас спросим у него. Где он его взял? Короче, знаете, пацаны, в чем прикол? Он чип поставил, получается, с рулетки. И он у него так едет. Короче, если вы поставите чип с рулеткой на свою машину, то она будет быстрее, чем обычная машина. То есть, чип с рулетки, он более такой жесткий, чем обычный чип в СТО. Пацаны, в итоге я немножко неправильно понял пацана, который сказал то, что чип, получается, с рулетки. Да, он действительно с рулетки, но это не обычный чип. Этот чип, получается, стейдж 3. Вот он как бы нарисован. Здесь, получается, ноутбук нарисован. И за ним, вроде бы, как мотор. Вот это, получается, стейдж 3 мотор, из-за которого машина очень так хорошо едет. Это, получается, обычный чип тюнинг, который ничего ему не даст. Это будет просто обычный чип тюнинг, как в СТО. А вот стейдж 3 это уникальная вещь, с помощью которой у вас будут преимущества над другими игроками, потому что вы будете быстрее ускоряться и быстрее ехать. Я считаю то, что это очень круто. На самом деле, рулетку недавно обновили, и здесь даже есть аудиосистема, которую я не видел. Вот видите, аудиосистема, и даже видно, типа, музыка играет, она трясется. Вот это реально очень круто, я не ожидал, на самом-то деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!